Буквально пару лет назад стадион «Прогресс» представлял собой плачевное зрелище. Разбитые трибуны, перерытое футбольное поле, только зимой превращающееся в гладкий каток, пришедшая в негодность хоккейная площадка. Но ситуация начала кардинально меняться, когда город по распоряжению главы Александра Студеникина вернул в спорткомплекс свою собственность. Его восстановление разбили на три этапа, и сейчас полным ходом уже реализуются первый и второй. Первый этап – это непосредственно как раз устройство нового футбольного поля, с искусственным покрытием, с беговыми дорожками. Второй этап – строительство открытой ледовой арены. И третий этап – это строительство трибун у футбольного поля и благоустройство территории, как внешней территории, так и внутренней территории. Футбольное поле просто осталось вычесать от песка специальной гребенкой, а затем доделать легкоатлетические дорожки, в которых так нуждаются наши спортсмены. Ледовый дворец тоже в стадии строительства, для него роют котлован. Уже года через два по плану арена должна принять своих подопечных. Решается вопрос и со строительством трибун и подтрибунных помещений. По трибуным помещениям в дополнительных залах также будут у нас тяжелая атлетика, зал УФП, тренажерный зал, настольный теннис, ну и плюс для населения, для массового развития спорта, потому что помимо этого еще у нас площадки дополнительно – это волейбол, баскетбол, это секта для толкания ядра, секта для прыжков в длину, так как рядом к детской школе у нас еще полоса препятствий здесь предполагается, будет по просьбе некоторых ветеранов спорта мы восстановим городошную площадку, будет она, то есть в принципе такое наполнение разнообразное. Конечно, душа радуется, когда видишь, как позабытый легендарный стадион понемногу возвращает свое величие. И все это стало возможным благодаря неравнодушному отношению местных и краевых властей к развитию спорта в Бийске. Глядя на эти работы, есть уверенность, что прогресс возродится, и вновь здесь станут заниматься будущие чемпионы. Интернет-канал НашБийск на ладони.